МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире национального телевидения Чуваши специальный выпуск информационной программы Республика. Сегодня день голосования по выборам президента России. Ровно в 8 часов утра по московскому времени все 1177 избирательных участков Чуваши распахнули свои двери. Хотя собственную работу они начали чуть раньше. Все, да? Начинаем, да. Уважаемые присутствующие, у них приступает к работе. Прошу установить табличку с тестом о проведении тестирования КАИП в зоне видимости камер видеонаблюдения. У нас все сделано уже. Сейчас операторы КАИП будут выполнять тестирование КАИП. Тестирование. Печать номер 2033. Позиция номер 2. Действительный бюллетень. К участку номер 2033 в Чебоксарах приписаны более 2000 избирателей. Поэтому в помещении для голосования установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. КАИПы тщательно проверяют. Впрочем, на случай непредвиденных обстоятельств страховка тоже предусмотрена. Обычная прозрачная урна готова и опломбирована по всем правилам. В составе участковой избирательной комиссии сотрудники с опытом. Я работаю в 26-й или 27-й год на выборах. Председателем, заместителем. И один раз членом комиссии была. В школе номер 31 расположен еще один участок 2034. В обоих помещениях достаточно многолюдно, несмотря на раннее утро. На эти выборы люди идут с конкретными ожиданиями. Я не хочу никаких таких глобальных перемен. Я хочу вам сразу сказать. Но хочется, чтобы было лучше. И не хочется оставаться в стороне. Чтобы что-то проходило мимо. Вопреки устоявшемуся мнению, что с утра на избирательные участки спешат в основном пенсионеры, у столов со списками временами скапливались небольшие очереди молодых людей. Впервые голосующие тоже решили не откладывать дело в долгий ящик. 18-летний Алексей Васильев очень доволен тем, что его электоральная биография началась с выборов главы государства. Потому что я вместе со всей страной сделал достойный выбор, достойного президента. Будущая Россия. Напомним, все избирательные участки работают сегодня до 20 часов. Одним из первых за будущего президента России проголосовал и глава Чуваши. Избирательный участок 18-02. Именно к нему приписан глава республики. Сделать выбор за президента он приехал с раннего утра. Михаил Игнатьев отметил, что проголосовал за будущее страны. Полагаю, выборы сегодня пройдут достойно. Каждый избиратель, имея свое воле и изъявление, отдаст предпочтение тем кандидатам, которые, соответственно, им нравятся. Вместе с главой региона проголосовали его супруга и сын. Дочь Михаила Игнатьева в этом году в выборах участвует впервые. Гражданский долг она отдает по месту учебы. По месту пребывания она зарегистрировалась на избирательном участке, поэтому она тоже участвует в голосовании сегодня. Первый раз, первые, да, для нее это тоже высокая честь. Михаил Игнатьев отдал свой голос из-за проекта комфортной городской среды. Общественные пространства чебоксарцы выбирают довольно активно. А так это очень важно, потому что люди сами, проявляя инициативу, участвуют в этих проектах. И своим голосованием определяют, какие проекты нужно приоритетном порядке реализовать в этом году. В списке 18 проектов. Чебоксарцам предстоит расставить приоритеты и проголосовать за будущее города. Выбирают даже не то место жительства, а куда приходят сегодня избиратели, куда с гостями им приятно идти, да, где вот у них будет, ну как сказать, вот театральная набережная, Красная площадь. Вот сколько сейчас? Вот за час буквально, да, за час все избиратели выбирают то, что им близкое по духу. В республике с самого утра наметилась довольно высокая явка. Причем голосовать многие приходят с семьями. Мне самому хотелось проголосовать, но пока у меня нет такой возможности. Мы не знаем, надеемся на лучшее просто. И все будет, что будет, все хорошо у нас в России, будет хорошо жить. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Депутат Государственной Думы России от Чувашии Леонид Черкесов проголосовал сегодня по месту жительства 14-й Чебоксарской школе. На участок Леонид Черкесов с супругой пришел в половине 11-го. И чтобы получить бюллетень, ему пришлось отставить очередь. К этому времени на участке был наплыв избирателей. Я здесь прописан, здесь живу и всегда здесь голосовал. И поэтому для меня важно проголосовать именно в своей школе со всеми жителями нашего дома. Активное голосование идет по всей стране. Мы видим, что северные регионы, они уже, значительная часть уже проголосовала. И видим, что в Чебоксарах очень активно, вот я с утра проехался по городу, и действительно очень активно идут на голосование. Мне кажется, вот такой активности у нас не было. Свой бюллетень депутат Госдумы опустил в так называемый КАИП. Как рассказал оператор комплекса, в этом году систему защитили новыми способами. Это устройство защищено тем, что если даже бюллетень верный с другого участка, то на нашем участке не примет. На бюллетене там стоит печать нашего участка 2070. Вот это он сканирует и смотрит. Кроме того, защищены и сами бюллетени. Специальная наклейка на обороте – гарантия подлинности. Председатель Государственного совета Чувашии Валерий Филимонов своим конституционным правом воспользовался практически сразу после открытия участков. Он отметил, что пришел голосовать за будущее страны, в которой жили его предки и будут жить дети и внуки. Каждый из нас имеет право проявить свою волю и проголосовать за того кандидата, который считаю самым достойным. Потому что иначе можно обижаться только на себя, что я не пришел на выборы. Несмотря на ранний час, здесь тоже было многолюдно. Это очень важно, особенно для молодежи, приходить, голосовать. Выборы – это непосредственно такая система, где мы можем высказать свое мнение. И я думаю, что она обязательно будет услышана. Во-первых, праздник. Во-вторых, вчера был очень замечательный фильм «Крым». Поэтому даже вот такое настроение, солидарность. Выбрать надо лучшее, что есть, чтобы было стабильно за детей, за внуков. Голосование продолжается. На то, чтобы сделать свой выбор, остается менее шести часов. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Достаточно активно идет голосование и в районах Республики. Из Ядрины передает наш корреспондент Олеся Русакова. Одним из первых на избирательный участок в городе Ядрин прибыл и депутат Госдумы Николай Малов. Поприветствовав всех на участке и предъявив паспорт члену участковой избирательной комиссии, получил бюллетень. Сделав свой выбор, Николай Владимирович отпустил бюллетень в урну. Рассказал, что сегодня самые важные выборы в стране. Отметил, что голосовать ходит всегда. С хорошим настроением. Всего в Ядрине сегодня открылись четыре избирательных участка. Все они оборудованы камерами видеонаблюдения. Для членов участковых избирательных комиссий работа началась не сегодня, а накануне. Помещение было проверено сотрудниками МЧС и полиции. Маркированные бюллетени были убраны в сейф, откуда их достали за час до официального старта выборов. По словам членов избирательной комиссии, на выборы сегодня первыми пришли не пенсионеры, а люди, которые спешили на работу. Некоторые приходят семьями или по одному. Но каждый из них считает сегодняшний день крайне важным. Прозрачность и открытость на выборах президента России обеспечивают общественные наблюдатели. В Чувашии их больше двух тысяч. В общественной палате республики находится центр видеонаблюдения, горячая линия и штаб координаторов общественных наблюдателей. Здесь более 30 компьютеров и операторов, техника и люди готовы к работе. В 7 утра здесь на компьютерах появились изображения с избирательных участков Чувашской республики. Впервые в этом году можно увидеть не только изображения на компьютерах, но и услышать звук. Сейчас 8 часов и мы можем увидеть с избирательных участков первых людей, которые пришли выбрать президента страны. Первые в Чувашской республике, то есть здесь объединены усилия практически общественной палаты, аппарат уполномоченных правам человека, общественных организаций, общественных советов. То есть практически все общественники вошли в данный центр общественного мониторинга. Главная наша задача следить за соблюдением избирательных прав граждан. Здесь и юристы, и не юристы, просто не безразличные граждане, которым важно, чтобы были выборы чистые, легитимные, чтобы все права были соблюдены. С 2018 года общественная палата Российской Федерации наделена новыми функциями в электоральном процессе. Если в последние 5 лет эта структура занималась лишь общественным мониторингом избирательного процесса, то с этого года палата – полноценный институт общественного контроля в сфере выборов. Они имеют право участвовать в начале голосования, находиться в самой комиссии весь период. Если бы они видят, что какие-то есть отклонения, обратиться к председателю участковой комиссии. И у них есть право обратиться в территориальную избирательную комиссию и сообщить, если есть какие-то отклонения, значит, сюда в центр мониторинга общественных выборов. Скажем, какие-то принимают самостоятельные, закрытые, у них таких прав нет, они действуют в рамках своих полномочий. Также в центре общественного мониторинга выборов есть специалисты, которые мониторят интернет, соцсети, работают с сообщениями и жалобами, которые там появляются. Горячая линия, на которую звонят избиратели и даже дежурят психологи. Выброс информации может быть очень большой, поэтому мы специально подготовили места, которые мониторируют все публикации в сети интернет. В случае чего, необходимости выявленных конкретных фактов, мы будем выезжать. Кроме того, звонки, поступающие на горячую линию, также вот у нас уже есть ситуации, с которыми мы разбираемся. На избирательных участках с утра музыка, работают выездные буфеты. Избиратели даже выстраивались в очередь, чтобы проголосовать. Общественные наблюдатели говорят, что пока все идет в рамках закона. Люди приходят на выборы с хорошим настроением. Даже восьми часов не было, уже пришли люди голосовать. И, в общем-то, поток на этот момент, когда мы здесь находимся, он ни разу, нигде он не прервался. Очень важно, что введен этот институт общественных наблюдателей, потому что у нас у всех сомнения всегда, у нас всегда у всех недоверие к тому, как проводятся выборы, как проводится подсчет голосов и так далее. Это неизбежно и нечего это скрывать. И вот мне кажется, что институт общественных наблюдателей, он как раз и призван эти сомнения развеять. Пока нарушений не обнаружено. Явка, на мой взгляд, достаточно большая. Все, в принципе, в рамках правового поля. Мы для начала пришли в 7.30 для того, чтобы проверить, протестировать оборудование, посмотреть, чтобы здесь все было готово. И на сегодняшний день мы смотрим, чтобы не было никакой агитации уже в сегодняшний день за какого-то конкретного кандидата. Также следим за тем, чтобы не было никаких нарушений. Персонал здесь очень доброжелательный. И действительно все с улыбкой относятся. Действительно настоящий праздник создали на данном участке. Рабочий день наблюдателей от кандидатов в президенты сегодня завершится только за полночь. Рабочая обстановка на участке. Очень много избирателей проявили большую активность. Это хорошо. Мы можем смотреть и увидеть, сколько народу здесь. Прямо с самого утра уже проголосовали больше 200 человек на сегодня, на этот момент. Ну, что хочется сказать, что никаких нарушений пока вот так серьезных мы не обнаружили. Люди приходят с хорошим настроением, высокая активность. Вот это как редкость такая. Нельзя сказать, что это каждый, и каждые выборы. Но на эти выборы народу очень много. Голосование хорошо идет. Люди идут. Рады, что люди желают выбирать президента. Нарушений ничего не было. Все хорошо. Все нормально. С утра в 8 часов обошел несколько участков. И в техникуме связи был. Но организовано хорошо. И что меня удивило, очень много народу. Поэтому вот те ребята, которые призывали к бойкоту выборов, они оказались неправы. Все-таки в выборах надо участвовать, потому что это единственная форма активного участия, одна из форм эффективного правления государством. Поэтому я рад за тех, кто пришел на выборы. Ну и, конечно, отдастся и поддержит того кандидата, которого они посчитают нужным. Татьяна Трофимова, Денис Ноздрюхин, Республика. В данный момент голосование продолжается на всей территории страны. Всего для проведения выборов организовано и работают более 97 тысяч избирательных участков России и около 400 за рубежом. Достаточно активно идет голосование в регионах Приворского федерального округа. В числе первых в выборах принял участие и полномочный представитель президента России Михаил Барбич. Кто хотите согласовывать? Комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам президента Российской Федерации. Уверен, что пройдет все на самом высоком уровне. В Чувашии, напомним, 1177 избирательных участков. И вот какова ситуация в целом по республике. У нас на 12.00 предварительно уже имеется явка избирателей. Она составляет порядка 37,5%. В сельском местности традиционно активность избирателей выше. Город чуть пониже, но несущественно. В отличие от предыдущих компаний, сейчас нет такого грандиозного разрыва. В целом достаточно высокая явка. И мы думаем, что она к вечеру, безусловно, еще увеличится. Каких-либо действительно серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на выборы в целом, у нас на данный момент нет и, надеюсь, не будет. Мы все эти сигналы фиксируем, принимаем меры. И стараемся, чтобы, еще раз повторю, все вот эти вот замечания не повлияли в целом на итоги голосования. Как вы понимаете, данные постоянно обновляются. И по последним сведениям явка превысила уже 41%. Встретимся еще раз в 19.00 в эфире Национального телевидения Чуваши.